хочу продолжить тему переработки мусора так 7 сентября светит солнышко с юго-запада не вижу вообще дисплей снимаю на ощупь но суть так сейчас хоть как-нибудь пристрою так на суде значит этой съемки в чем вот эта грядка которую я в прошлом году снимала прошлой зимой мы продолжили и тут не влезают мои лишние части так в прошлом году зимой мы ее продолжили формировать из пищевых отходов все что счищали там с фруктов с овощей кожурки от картошки лук морковки свеклы и прочих разных огурцов и яблок хлеб какой-то может если испортившиеся но зимой у нас много набирается очистков всяких потому что зимой идут в основном цитрусовую ну так приличными пакетиками я на эту грядку возила мусор всю зиму вот но сейчас ты и конечно саму грядку не видно видно то что на ней выросла хотела снять самый разгар летнего сезона но не получилось никогда все было не было времени сейчас уже конечно листья уже побитые вот такие вот прям все уже несчастные что-то их или от холода или от росы или дожди какие-то идут и листья кабачка а еще буквально пару недель назад они стояли просто как тропические какие-то тропические растения собственно на этой грядке было посажено всего три лунки она небольшая шириной сантиметров 80 ширину и в длину ну может быть метра сейчас скажу два с половиной два с половиной в общем метров три-четыре четыре может быть с небольшим не было посажено в небо посажено две лунки одна лунка кабачков и две лунки тыквы вот прям в этот перепревшие недопревшие частично спревший мусор но немножко земельки я принесла присыпала и пролила весной ускорителем компостирования какой-то купила на рынке что было пролила так хорошо густо еще не было ни травинки не выросла но был вот этот вот мусор частично перепревший прошлогодний позапрошлогодний свежий и прям в эту кучку принесла немножко земли и посадила уже не помню кто кто садил вот посадили мы три лунки вот значит сейчас пока что не видно всего что там выросла могу кое-что показать например вот такая тыковка не вижу видно не видно и и все прям что-то надо делать как надо учиться снимать но общем тыква размером с такой шарик для плавания не знаю как назвать диаметре наверно сантиметров 40 и таких тыков несколько штук вот там где-то еще одна я просто залезать туда не хочу не могу а вот она а вот одна вот она вон там вдали лежит еще больше гигант какой-то не значим с ним делать вот дядюшка тыква так мелкие там там еще он вдали что то есть тоже не маленькая вот кабачки это просто какая-то база торпедная база сейчас примерно попробую показать но не знаю кабачками то конечно никого не удивишь так это вот маленькие а вот там вот здоровенные не охота мне туда лезть вот они там лежат я даже не знаю сколько их штук то что чтобы понять это надо все листья снимать когда похолодает уже будем убирать я еще раз фотографирую сколько вот с этой грядки с этих трех лунок получилось урожая а вот тут вот нужно попробовать подойти вот частично в компост в этом компосте картошка росла и уже выкопала вот и вот там лежат кабачки тоже здоровенные скорее всего там возле забора тоже что-то будет вот сейчас я еще как-нибудь чтобы видно было потом когда листья уберутся я еще сниму никто не ухаживал никто ничего не делал не поливал не полол вот как посадили в начале там мая наверно конце мая в начале июня нас туда стопила речка разлилась дожди были все подмосковье затапливал нас тоже затопил но эту грядку не тронула осталась она потому что она на возвышенности там между забором и грядкой вода была сама грядка не утонула и вот оттуда видно тыквы но что хочу сказать на других грядках тоже есть тыквы и кабачки здесь они больше по размеру то есть все таки вот этот перегной он дает дает себе знать и ну смысл в том что мы просто не выбросили несколько десятков килограмм там я не знаю я не взвешивала сколько это вообще всего получается мусора то есть мы вот этот мусор не отнесли на мусорку скажем так и внесли таким образом свой вклад в борьбу за честно я не знаю как это назвать борьбу не борьбу просто за какую-то экологическую экологическое поведение экологичное взаимодействие со средой с окружающей вот вот здесь вот у меня тоже будет такая же грядка формирую по перпендикулярно тоже она из всяких палок внизу там бревна закопала сверху скошная трава вот немножко мусора туда тоже такого бы того там яблоки какие-то догнивают но хочу сказать что вот в этой грядке вот на этом самом месте который сейчас травой уже засохшие засыпано тут сама по себе выросла картошинка весной взяла и выросла вот уже из какого-то мусора и сидим в прошлом году и оставили не выкопали нечаянно она взяла весной проросла такой был мощный куст просто у меня совершенно не было времени снимать а куст этот был достоин того чтобы про него прям отдельный ролик снять мощнейший куст вот он вырос на этой компостной кучи я его конечно носила под него землю много носила такую землю с поймы реки и с одного куста осенью выкопали ведро картошки то есть не сажали вообще картошина перезимовала не знаю сколько там картошин может быть две какие-нибудь может какие-то очистки то есть вот из мусора сама взяла и выросла ведро картошки картошки были размером с две ладони не знаю фотографировала я не помню уже но в общем если они сохранились может быть если время будет просто сделала фотографии этих картошек так что вот собирается маленькая тыковка еще даже вяжется а это вот мячики лежат таких вот больших мячков здоровенных их штуки 4 и там поменьше а если сравнить например тыквы которая тоже вот на новой грядке например сейчас покажу вот здесь вот тоже большая выросла мы в этом году конечно лето было слава богу просто такое шикарное лето надо поблагодарить боженьку за то что дал нам тоже вот он вот он красавица но она одна такая здесь а здесь грядка тоже была новая ничего не росло и тут в основном уже такие вот меленькие он там одна оранжевая 2 виднеется набирают цвет тут я загородку такую делаю весна вот висит оранжевая красавица здесь вот тоже делаем компостную кучу тоже сюда носим потихоньку очистки всякие тоже будем очень сажать но здесь закрыта с юга загородка вот висит вот так вот интересно тыквы честно не видно камеры на солнце светит в объектив вот так там лежит ну то есть вот эти небольшие они размером может быть там то так с ладони что еще не тут интересного